x5 плюс x4 плюс x3 плюс x2 плюс x2 плюс x3 Таким образом, вот здесь вот у нас написано на самом деле x6 минус 1 на x минус 1 А здесь написано следующее Здесь x3 плюс 1, а здесь такая штучка x3 минус 1 разделить на x минус 1 На самом деле это можно написать и вот как x6 минус 1 разделить на x3 минус 1 То есть, если мы берем многочлен вот такого вида 1 плюс x плюс x2 и так до какой-то степени То бывает, что он разлагается на нужде Вот а именно, если у нас 6 слагаемых То, как видите, разложим, удалось установить Произведение здесь 3 слагаемых, а здесь 2 Вообще, для любого составного числа Их нужно понять, что имеет место такая форма x в степени m минус 1 разделить на x в степени m минус 1 Умножить на x в степени m минус 1 Делить на x минус 1 Это понятное дело Если записать, то это будет у нас сумма m слагаемых, начиная с m минус 1 степени и заканчивая 0 А здесь будет тоже понятно, что x в степени m умножить на n минус 1 Плюс x в степени m умножить на n минус 2 И так далее Плюс x в степени m и, наконец, плюс 1 Вот, а теперь вопрос А если количество слагаемых будет простым числом? Давайте возьмем такой многочлен x в степени m минус 1 Плюс x в степени m минус 2 И так далее Плюс x плюс 1 Ну, как известно, это так называемый многочлен деления круга на h в степени Как вы считаете? Можно этот многочлен представить в виде произведения двух многочленов У которых все коэффициенты неотрицательные числа Посмотрите, нулевой коэффициент здесь есть Это 0x квадрат, 0x Можно ли так придумать два многочлена с неотрицательными коэффициентами Чтобы их произведение, это была бы вот такая вот сумма Оказывается, что нет Это сделать совершенно невозможным То есть многочлен ФПТ неразложим на множители с неотрицательными коэффициентами А вот доказать это есть несколько способов Этим способом была посвящена вот та самая статья многочлена деления круга О которой я уже начинал рассказ Давайте я вам скажу одну из идей Одна из идей доказательства такая Нужно суметь доказать, что если у нас будет разложение То в нем все коэффициенты будут нули или единицы Понимаете? Что там невозможно никаких 5 седьмых или что-нибудь Ну в общем никакое число, которое больше или меньше единицы Среди коэффициентов не встретится Почему этого достаточно? Потому что после этого вы вместо Х подставите единицу И получите, что у вас число П простое Ведь ФП минус 1 И 1 в П минус 1 плюс 1 в П минус 2 и так далее Плюс 1 плюс 1 это же как раз число П Правильно? Поэтому если все коэффициенты будут нули или единицы То автоматически у нас все получится Это одна идея Ее не так просто реализовать Вот Другая идея Она вот какая Сначала понять Как разлагается этот наш многочлен На вещественные числа То есть смотри Когда я говорю о разложении с необрицательными коэффициентами То я при этом разумеется подразумеваю Что они все вещественные числи Так вот Надо сначала изучить Как разлагается этот многочлен с вещественными коэффициентами А потом подумать Что отсюда будет следовать Этот способ, если честно, более простой Дело в том, что разложение Многочленов делений круга на множители с вещественными коэффициентами Оно абсолютно очевидно Давайте я объясню Давайте я объясню Давайте я объясню Смотрите Вот Если у нас На каком-нибудь примере Скажем Если у нас число П равно 7 Так Что это означает? У нас есть круг Который разбит на 7 равных частей Есть число единица А вот дальше надо аккуратненько Здесь поставить 3 точки И симметрично им поставить Поставить Здесь 3 точки И чтобы это все было На одинаковых стояниях Ну примерно так Не требуйте меня идеального точного деления окружности Примерно так Что у нас есть? У нас есть число епс Это косинус 360 градусов Плюс И умножить на синус 360 градусов И у нас есть его степень А именно Это епсилон в квадрат Епсилон в куб Епсилон в четвертый Епсилон в пятый И епсилон в шестой Но при этом Единица равна Епсилон в седьмой Замечательно Так вот Сгруппируем Эти корни По два Вообще Когда у вас есть Любой многочлен С вещественными коэффициентами И у него есть Какой-то комплексный корень То Как известно Если вы возьмете Не этот комплексный корень А сопряженный корень Ну то есть С той же вещественной частью Но симметричной То он тоже будет корнем Того же самого многочлена Давайте я на всякий случай Это решение гадим Если у вас есть Х Минус А Минус Б И Х Минус А Плюс Б А и Б Вещественные числа Б не равно Б Давайте посмотрим Чему равно произведение Этих двух скобок Здесь написано Х-А А здесь в одном случае Минус Б И в другом Б Отлично Это и есть Х-А в квадрате Минус квадрат Б Минус Б квадрата Множить на минус 1 То есть проще говоря Минус Б в квадрате Отлично Что это означает Если раскрыть скобку Х квадрат минус 2АХ Плюс А квадрат плюс Б квадрат В нашем случае А квадрат плюс Б квадрат Это единица Потому что у нас Были корни единицы Значит у них Модуль равнялся единице А Что такое А? Это вещественная часть Вещественная часть Это косинус 2π разделить на 7 Или Это вот если брать первую пару То будет 2π разделить на 7 Или это будет косинус 4π разделить на 7 Или косинус числа 6 1π разделить на 7 В любом случае Это вот здесь Какое-то число Ну, кстати Иногда положительное Иногда отрицательное Если у нас Угол острый То Отрицательное Если у нас Угол положительное Так вот Обратите внимание Каким забавным Свойством Обладает Эта дугощина Х квадрат Минус Или плюс Сколько это? И плюс 1 Давайте я вам напишу Х квадрат Плюс Непонятно Сколько это? Х и плюс 1 Ребята Это Возвратный Многочлен Возвратный Что такое Возвратный Многочлен? Это тот коэффициент Которого При чтении Слева направо Такие же Как при чтении Справа налево То есть смотрите Единица Какое-то число Единица А если с этой стороны Читаешь Единица Какое-то число Единица У возвратных Многочленов Есть очень Важное Свойство Произведение Возвратных Многочленов Это тоже Возвратных Многочленов Давайте Подумаем Почему? Ну Вообще Что Что значит Что у нас Есть Возвратные Многочлены Вот Есть какой-то Многочлен А Н Х В Плюс А Н Минус Первое Х В Н Минус Первое Х Плюс А Нулевое Каким свойством Обладает Такой Многочлен А уже Расты Вот Если Ему обозначить Ф И если Вместо Х Подставить А То Смотрите Что у нас Получается А Н Минус Первое Делить На Х Плюс А Н Разделить На Х Плюс А Нулевое Если Вы Подумаете То Поймете Что Это То же Самое Что Х В степени Н Надо В В Числителе Будет Так А Н Минус Первое Н Если В Н Ну а Раз Он В центре Читается То Это То же Самое Что Окончательно Написать Что Такое Возвратный Многочлен Это Многочлен удовлетворяющий следующему условию что если он n в степени и вместо x подстать единицу деленную на x то это будет то же самое что f от x разделяешь на x в степени n ну, господа, дальше все понятно. Если у вас есть другой удел, который обладает таким же свойством какой-то там n в степени и вы перемножаете то у вас будет f от 1 x умножить на g это будет в знаменате x в степени m плюс n а в числителе f от x умножить на g кстати, есть свойства возвратности многочлена произведение возвратных многочленов впрочем, вы могли просто вспомнить как собственно многочлены перемножаются и понять, что потому как они перемножаются понятно, что если раньше считалось слева направо и справа на лево одинаково то и после перемножения тоже таким образом, когда вы будете решать задачу о разложении многочлена на два многочлена с неотрицательными то вы спокойно можете считать что это не просто многочлены с неотрицательными коэффициентами а это многочлены, которые возвратны то есть список их коэффициентами слева направо считаются абсолютно так же как справа на лево давайте теперь думаем давайте теперь думаем значит, что же у нас есть у нас есть небольшое на деление круга на b числе b это стое число его разложили в виде произведения каких-то двух многочленов с неотрицательными коэффициентами да, кстати, спокойно можно считать что старший коэффициент равен единице ну все понятно? просто мы его вынесем и занесем такое подключение и все получится поэтому мы можем считать что речь идет вот о чем x в степени n плюс какой-то там коэффициент плюс какой-то другой коэффициент и так далее, и так далее в конце идет что-то такое и другого многочленов x в степени n плюс b, n-1 x, b, n-1 плюс так далее, и так далее плюс b, b, x и плюс b, n-1 все а-шки и все б-шки неотрицательные числа многочлен возвратный кстати, что значит возвратный? это значит, что а-нулевое точно равно чему? единице а b-нулевое точно равно чему? тоже точно равно единице а чему равен коэффициент а, n-1 если честно, один из способов решения задачи именно такой что такое а, n-1 то же самое, что а первое давайте подсказку скажу всем ли понятно, что все а-шки это числа не больше единицы да, если одно из них будет больше единицы то уже при соответствующей степени будет слишком большой коэффициент потому что они не просто не отрицательные они не больше единиц а еще давайте посмотрим какой коэффициент при x в степени n как можно его вообще получить? вот как? можно умножить x в степени n на 1, правильно? да это, кстати, мы уже получили x в степени n а можно по-другому сделать можно взять вот это и умножить вот на это и значит, что мы только что доказали? что одна из этих штучек это ну правильно? ну, кстати, а n-1 это то же самое, что а первое поэтому я иначе доказали что либо вот это число будет либо вот это будет, хорошо? да, но это же единица почему? чтобы получилось произведение при x действительно, чтобы получить преэффициент при x в степени n плюс n минус 1 можно сделать так можно взять вот это и вот это это один а можно взять это и это это второй и других способов нет, правильно? значит, они в сумме дают что? единицу кто-то из них 0 а в сумме единица ну давайте для определенности считаем, что здесь у нас единица здесь у нас единица x в степени минус 1 здесь у нас единица а здесь у нас что? нули а здесь у нас нули поэтому здесь какая-то штучка bm-2 x в степени m-2 и здесь b2 x в квадрате а в первое это у нас 0 а в первое это у нас единица давайте подумаем на что дальше мы можем это сделать с остальными? на какую степень теперь надо смотреть? x в степени минус 2 x но не в степени минус 2 опять на x в квадрате только смотрим на то как ее еще можно получить посмотрите можно еще раз x в квадрате умножать на единицу это замечательно x в n-1 на ноль это неинтересно а вот так x в n-2 умножать на вот это что тогда будет? так значит что опять опять произведение b2 и a n-2 что у нас? нолик поэтому кто-то из них нолик ну вот интересно понять кто этот многочерк у нас уже начинается вот так на единичный коэффициент а там 1 и 0 теперь мы дошли до b n-2 и a n-2 что у нас сейчас? их произведение опять-таки равняется нулю надо еще посмотреть на какие-нибудь коэффициенты и там полностью противоречия моя цель доказать что все коэффициенты это нули или единицы если я это сделаю задача будет шла а что может уменьшать это сделать? смартфон так идем нет еще то что из этих двух чисел кто-то из них равен нулю это я понял а почему такое разумеется это потому что для того чтобы получить x-квадрат нам надо чтобы a2 b2 за 1 b1 за 1 b1 за 1 b2 ура ура я забыл про x-квадрат вы абсолютно правильно меня напомнили здесь есть a2 x-квадрат замечательно тогда когда перемножаешь эти два многочлена коэффициент при x-квадрат должен равняться единице а он чему равняется он равняется b2 равен плюс a2 замечательно значит мы с вами доказали что числа a2 и b2 какое-то из них равно 0 а какое-то из них равно единице то есть я здесь уже не могу определенно написать что 0 что 1 но я уже знаю про вот это число и право это число и право и соответственно про это что кто-то 0 кто-то 1 замечательно давайте пойдем теперь дальше a3 и b3 так ребята опять у них произведение равном 2 правильно по той же причине да и опять когда смотришь коэффициент х при х3 то у них после этого понятно да это все я решил задачу поняли идею ну если честно я не решил одним из трех способов который на самом деле у этой задачи есть то есть у нее есть еще другие способы решения а именно можно было не мучиться с этими возвратными многочленами а можно было подумать на тему что может быть это даже легче подумать на тему что все-таки это все у нас корни давайте я вернусь к более раннему этапу и подумаем нельзя ли было сэкономить и не говорить об этих возвратных многочленах а вот вот так есть у нас подачи x в степени t-1 плюс x в степени t-2 и т.д. и т.д. плюс x в т.д. плюс x в т.д. замечательно вспомним что это такое это x минус x умножить на x минус x в т.д. и т.д. и т.д. умножить на x минус x в т.д. т.д. и т.д. и т.д. и т.д. и т.д. т.д. Military в т.д. і степени обратите внимание откуда возник на самом деле вот этот многочлен он возник на самом деле вот Здесь у нас x минус, ну, я не знаю в какой степени, но в какой-то там степени, не знаю, там, c1, x минус ε в степени c2 и так далее, и так далее, и так далее. x минус ε в какой-то там степени cn. Вот такое произведение, это в точности вот такое. Идея понятна? Туда. Идея понятна, замечательно.